Посмотрел я тут видео Николая Соболева, где он, вернее его корреспонденты ходили там по Невскому проспекту и рядом там где-то и опрашивали женщин, девушек, сколько же должен зарабатывать настоящий мужчина. Ну и они, как это ни удивительно, но отвечали такие вот, прям можно сказать, заоблачные суммы, ну то есть 500 тысяч, 200 тысяч, там чуть ли не самый минимум был от сотки. Понятное дело, что хочется спросить всех этих отвечальщиц, а где вы столько настоящих мужиков тогда в России у нас увидели? Ну видимо настоящие мужики живут где-то там в Москве, может быть где-то в Петербурге, а все остальные, кто там трудится на заводах, судах, пароходах, они как бы нет, не настоящие, они там, я не знаю, недостойны женского внимания. Ну да ладно, вообще это видео у него было одной из серий, там было несколько видео, одно про содержанок из шоу Холостяк, насколько я понимаю, там он рассуждал о том, что это шоу не очень благотворно влияет на психику подрастающего поколения. Про то, что все стремятся повыгоднее выйти замуж, еще одно было про промщиц, если кто не знает, это такая тема в Питере, в Москве, может быть, в Москве я не знаю, ни разу не встречал, но в Питере постоянно, это когда ты, допустим, идешь в какой-то бар, а к тебе подсаживается девушка и говорит, может выпьем, а может поедем в другое заведение. Ну, либо ты идешь по улице, с тобой знакомятся две девушки и зовут куда-то в другой бар, либо ты знакомишься в Тиндере или Баду, там особенно был сделан на этом акцент, и к тебе приезжает девушка на Мерседесе и говорит, поехали покатаемся, ты с ней катаешься. Она говорит, о, а давай зайдем вот в этот барчик, вы заходите, и вроде как вот тут главный вопрос, кто из вас должен платить? Так вот, в этом разводе все как раз построено на том, чтобы ты заплатил за девушку, только вот счет там будет заоблачный, там приводился пример, стакан воды за 7 тысяч рублей, и вроде как из тебя вытягивают все деньги. Если ты не хочешь платить, а для многих мужчин это просто неудобно, как так ты привел женщину в ресторан и заплатить не можешь, и многие расплачиваются, отдают все деньги, что у них есть на карте. А если не хочешь, ну тебя попросят вежливо и настойчиво, но чаще всего не очень вежливо и очень настойчиво. На самом деле, если знаешь об этом разводе, то на него довольно сложного опасства, то есть ко мне периодически подходили на улице, на Невском проспекте, предлагали пойти вместе в бар выпить, либо мы стояли с другом, к нам подходили какие-то девчонки, говорили, ой, мальчики, пойдемте в бар, либо я сидел в баре один, ко мне подсаживались и говорили, давай выпьем с тобой. Но я всегда понимал, что это все не просто так, ну то есть если к тебе подсаживается и сразу же предлагают выпить, причем за твой счет, это не озвучивается, что за твой счет, но по умолчанию понятно. А это сразу понятно, что развод, но главный вопрос тут в чем, оплатить или не платить за девушку, с которой ты общаешься, с которой идешь на свидание, с которой ты просто встретился, вот. В общем, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. Собственно, у того же Соболева был еще один опрос, где он и его корреспонденты там ходили и расспрашивали девушек, а кто должен платить, а чьи деньги должны тратить в паре. Ну и большинство ожидаемо ответили, что мужчины, даже мужики отвечали, что нет, точно мужик, мужик должен, потому что мужик там кормилец семьи, а женщина-хранительница очага. И тогда Соболев, на мой взгляд, очень умную вещь сказал, что если мужик богатый, если у него все есть, то ему не нужна особо женщина, которая дома чисто борщи варит и только хранительница очага. Ему нужна личность, которая тоже чего-то добилась, которая тоже что-то может. Я всегда думал, почему вот эти вот все очень богатые блогеры, очень богатые там люди женятся не на каких-то простушках, которые красивые там, но у которых ничего нет, а выбирают себе там тоже. Вот недавно свадьба была одного татуированного молодого человека, он тоже себе выбрал женщину, которая там не в татуировках, но тоже блогерша. А все потому, что она тоже личность, сейчас все встало на свои места, да, она тоже личность, она тоже зарабатывает, она тоже всего добилась. То есть ему с ней интересно, у них схожие интересы. Это я не говорю о том, что у кого нет денег, они какие-то плохие люди, или про то, что те, кто ничего не добился, они тоже люди какого-то второго сорта. Нет, не об этом, а о том, что у людей общие схожие интересы, и они могут прекрасно существовать друг без друга. А если ты становишься чьим-то придатком, скажем так, не можешь существовать без этого человека, то этому человеку ты очень скоро наскучишь, он пойдет искать кого-то другого, потому что ты очень боишься его потерять. Это я про то, что люди должны прекрасно обходиться друг без друга, и никакой зависимости друг от друга у них быть не должно. Поэтому вся эта психология содержанок, она, ну, фигня какая-то. И эти мечты про то, что я не буду учиться, не буду развиваться, вот буду только красивой, найду себе мужа побогаче, успешно выйду замуж, и ничего больше не буду делать, это все, конечно, очень далеко от реальности. Но вернемся к вещам более приземленным. То есть ты только что познакомился с девушкой, идешь к ней куда-то, и кто должен платить. То есть здесь есть два подхода. Первый подход, одни говорят, что у нас должно быть как в Европе, равноправие, мужчина платит за себя, женщина платит за себя, все хорошо, пообщались, ушли. Второе мнение, что мужик должен всегда платить за женщину, тоже такое категоричное, но у нас почему-то рассматривают два категоричных мнения, либо так, либо не так. С одной стороны, я считаю, что хочешь плати, хочешь не плати. Нравится тебе девушка? Ну, заплати, купи ты ей кофе. Другое дело, что тут можно опять же попасть на развод вот этих промщиц, когда ты там считаешь, что вот мне нравится девушка, я должен за нее заплатить, а тебе счет в 100 тысяч выкатывают. И что делать? А там еще какие-нибудь настойчивые ребята подъезжают на машине, говорят, ты что, не платишь за счет? Понятное дело, что в таких случаях платить не надо, и девушка тебя, скорее всего, обманывает. Тут, наверное, лучше вызвать просто полицию. Тут ведь как, если ты только что с ней познакомился, если ты только что с ней идешь, не нужно везти ее в ресторан, даже, там, не знаю, позвал ее на первое свидание. Зачем ты ведешь ее в ресторан, где цены там 5000 рублей за бутылку воды? Сходите попейте кофе. Понятно, что не надо идти в какой-нибудь Брукер Кинг на свидание, но обычная кафешка какая-нибудь, ну, не обеднеешь ты, если потратишь, ну, скажем, даже 1000 рублей где-то на первое свидание. Если ты не очень богатый студент, ну, купи там кофе. Просто мне мои подруги периодически рассказывают разные такие вот не очень интересные истории, причем из последнего мне вот подруга недавно рассказывала, они пошли в какую-то недорогую кафешку, что-то там заказали, поели, оплачивал он, они разъехались, свидание как-то не очень заладилось, общение не очень пошло, ну, ладно, бывает. Сумма там вышла небольшая, рублей 500, ну, ладно, разошлись в разные стороны. Через некоторое время он ей просто пишет в интернете, слушай, вот там мы потратили, ты мне должна половину суммы. Ну, так себе звучит, вообще не очень. Или другой случай, гуляли-гуляли парень и девушка, одна моя знакомая, и она ему говорит Илью, он ей говорит, я уже не помню, зайдем чай попьем. Зашли за чаем, она села место занять, он пошел чай покупать. Чай стоит там, я не знаю, 50 рублей стаканчик. Он заказывает себе чай, говорит ей, ты что будешь? Она говорит, я тоже чай. Берет свой чай, подходит к ней, говорит, ну, иди расплатись, я там тебе заказал. Тоже такое себе, ну, потому что кажется, что ты очень мелочный. Правда, потом она говорит, что узнала, что у него вообще последние 50 рублей были в кармане. Но в этом случае лучше сразу признаться и сказать, слушай, подруга, извини, вот вообще денег нет, я нищеброд. Это будет лучше, потому что нищебродом быть лучше, чем жадным. Некоторые, может, попытаются сейчас возразить и сказать, что нет, вот он может быть экономный такой. Но на самом деле представьте, что ваш экономный мужчина экономит только на вас. Не тратит вообще ни копейки на вас, а там на какие-то свои дела. Даже самые меркантильные содержанки, тем более они не захотят иметь с ним дела. Вот, и это вроде бы все были доводы в пользу того, что платить надо, но на самом деле платить не всегда надо. Что это вообще за странный такой подход, что всегда надо платить? Скажем, идешь ты куда-то с коллегой по работе, пообедать, перекусить, и что, за нее тоже надо платить? Ладно, другой случай, идешь ты со своей подругой. Допустим, у тебя есть хорошая подруга, вы там каждый день видитесь, и ты считаешь, что мужчина должен всегда платить за женщину. И вы уже не сможете каждый день видеться, потому что тебе придется рассчитывать так свой бюджет, что каждый день за нее платить. Нет, она тут платит сама, это, блин, очевидно и естественно. Другой случай, даже ты идешь на первое свидание, даже ты хочешь просто купить кофе и угостить девушку, а она оказалась ярой феминисткой. Ну, нравится тебе такая ярая феминистка, что поделать? И она говорит, нет, я буду платить сама за себя, не смей за меня платить. И что ты будешь ее физически заставлять, как бы, этот кофе взять? Да нет, зачем? Ну, типа, человек, у него такие убеждения, ему так комфортно. Так зачем его заставлять? Все зависит от ситуации, все зависит от случая. Поэтому я и говорю, хочешь плати, хочешь не плати. Если ей будет приятно, заплати. Если ей будет неприятно, не нужно. Что касается чисто свиданий, тут я уже сказал. Многие почему-то считают, что если у вас первое свидание с какой-то малознакомой девушкой, то обязательно нужно отвезти ее в какой-то дорогой ресторан и чем-то удивить. А зачем? Возможно, у вас ничего не пойдет, возможно, у вас ничего не получится. Сходи с ней в обычное кафе, угости ее кофе, погуляйте с ней, не знаю. Я не считаю, что нужно жлобиться, зажимать каждую копейку и требовать, чтобы она оплатила там за себя. Но я и не считаю, что ты обеднеешь, если купишь там, не знаю, чашку кофе с какой-нибудь пироженкой. Да нормально это. Понятное дело, что есть какие-то девушки, которые тебе скажут, ой, я не пойду в это кафе, мне нужен там дорогой ресторан. Встреча со мной только в ресторане. Были у меня такие знакомства, скажем так, даже в интернете, когда я там пишу, она говорит, а в какое место пойдем? Я говорю, ну, просто вот, не знаю, кофе выпьем она. Нет, пойду только в ресторан. Ну, как бы, ну и иди в ресторан, но без меня. Потому что я тебя знать не знаю, видеть не видел, даже не знаю, кто ты. Ну и отдельно хочу остановиться на пункте, когда платить прям не стоит категорически, по моему убеждению. То есть, допустим, ну, те же бары. Сижу я, предположим, в баре, подсаживается какая-нибудь девушка и говорит, ой, там, угости выпивкой. Или там, я не знаю, мы гуляем, она говорит, ой, хочу зайти в кафе, купи мне чего-нибудь. Когда прямым текстом говорят, что купи мне, то сразу возникает мысль, а зачем ты со мной познакомилась? Наверное, для того, чтобы я тебе как раз что-нибудь купил, угостил, а после этого ты куда-нибудь пойдешь дальше по своим делам тусить. И чаще всего так оно и есть. Если после первых минут знакомства от тебя требуют каких-то материальных благ, причем прямым текстом подразумевая, что ты уже по умолчанию должен, то я считаю, что это знакомство нужно заканчивать, сказать извини. Я вот убежденный трезвенник, поэтому пить не буду. Да и есть тоже с тобой не буду, потому что убежденный язвенник. И у меня по расписанию нет сейчас ужина. Но если вы считаете, что вы по умолчанию должны, если вам это нравится, да пожалуйста. Собственно, кто вас в этом ограничит? Просто в тех же интервью я видел интересное женское мнение про то, что должна зарабатывать и я, и он, но мои деньги это только мои, а его деньги это наши общие деньги. Ну это уже, наверное, про семейную жизнь какую-то. Но на мой взгляд, это очень странный подход, и вот так вот семью построить не получится. То есть семья это все-таки что-то общее. Если у вас семья, то, наверное, это общий бюджет, общие деньги, которые вы тратите не только там на то, чтобы сходить в салон красоты, а вон там в спортзал подкачаться, а еще, наверное, на то, чтобы как-то улучшить свои же личные условия, как-то там, может быть, развиваться вместе, что-то делать вместе, куда-то ездить вместе. Так что резюмируя, хочу сказать, что не нужно кидаться в крайности, когда одни кричат «нет, всегда должен, по умолчанию обязан», а другие говорят «нет, пусть она сама за себя платит и там кажутся мелочными в каких-то ситуациях». Нет, ну, ситуаций может возникнуть огромное множество. Смотри на человека, смотри на собеседника, смотри, хочешь ли ты сам это сделать. Собственно, от этого и отталкивайся, вот. Ну а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте «нравится», до новых встреч, пока! На инстаграм тоже подписывайтесь.